Обратный адрес. Я Владимир Абаринов. Это 12 эпизод 4 сезона моего подкаста о судьбах и событиях, объединяющих Россию и Америку. Сегодня, когда российская пропаганда усердно рисует образ заокеанского врага, мои собеседники разрушают этот образ. На злобу дня мы отвечаем историями о тех, кто строил мосты, а не стены. Американка Маргарет Гаррисон приехала в 1920 году в Советскую Россию с удостоверением журналистки и заданием военной разведки США. Но в ЧК знали от своего осведомителя в Вашингтоне, кто она такая. Гаррисон арестовали и после двух суток, проведенных в камере лубянской тюрьмы, предложили сотрудничество. Она согласилась, надеясь переиграть чекистов. Ее куратором стал заместитель начальника иностранного отдела ЧК Соломон Могилевский. Обмануть его Гаррисон не удалось. И примерно через 7 месяцев она была арестована снова. В подробностях первую часть этой Одиссеи мы с литературоведом, профессором университета штата Висконсин Галиной Лапиной рассказали в прошлом эпизоде обратного адреса. Сегодня продолжение истории. Галина Васильевна, Гаррисон действительно пыталась обмануть Могилевского или постепенно все же втянулась, была поставлена в такие условия, когда ей пришлось работать на ЧК? Она стала двойным агентом. Как мы решили с вами, она не очень много сделала для военной разведки США. Что она сделала для ЧК? Каковы были жертвы ее? Вот действительно среди русских никаких следов о том, что ее русские знакомые как-то пострадали. Нет. Я думаю, что она действительно любила Россию и русских. И я уверена, что она не доносила на них. Кого она выдала и выдала ли она кого-то? Значит, опять-таки в архиве военной разведки есть телеграмма, которую прислал американец, вышедший из заключения. И который сообщил, что двое американцев были арестованы по доносу агента Би. Агент Би – это кодовое имя Гаррисон по первой букве ее девичьей фамилии – Бейкер. Мы не знаем, так ли это или не так. Вот есть такой документ. Что мы знаем точно, это что она назвала свою бывшую коллегу Стэн Гардинг – английскую журналистку, с которой они познакомились в 2019 году в Берлине. Обе были журналистками. Гаррисон – агентом американской разведки, а Гардинг – агентом английской разведки. Хотя Гардинг будет впоследствии это отрицать, но, скорее всего, она работала и подрабатывала на английскую разведку тоже. Вы хотите сказать, что в ЧК не знали про эту подработку? Они могли это знать из перехваченных отчетов Гаррисон. Потому что Гаррисон посылала в свое время в военную разведку отчеты о том, что она работала и с Гардинг, которая предоставляла ей надежную и полезную информацию. Но если ей на Лубянке показали эти отчеты, ей ничего не оставалось, как подтвердить их. Да, да, абсолютно. Но она пыталась предупредить Гардинг. Ведь Гардинг еще не приехала в Россию. Она в это время дожидалась визы в Ревеле. Да, она пыталась предупредить, потому что она понимала, что это опасно и для Гардинга очень опасно. Она не желала ей зла. И для самой Гарриса. Я думаю, что она, видимо, желая как-то выслужиться перед Могилевским, сказала, что Гардинг была очень важным, может быть, даже резидентом британской разведки. Вряд ли какую-то мелкую сушку Могилевский стал бы встречать так, как он встречал Гардинг в Ревеле. То есть он даже не в Москве ее встречал, а поехал за ней в Ревель? Да, он поехал за ней. В Пульмановском вагоне ее встретил. Там были цветы. Он ее кормил, угощал чаем, кофе, белым хлебом, маслом, ветчиной. Это голодное-то время, да? Он галантно преподнес ей коробочку клубники. То есть он старался обаять ее, опять-таки, используя те же самые свои способности. Делал то же самое, что он делал с Гаррисом. Но постарался обставить дело так, чтобы Гардинг поняла, что Гаррисон – провокатор, что она ее выдала. Я думаю, что самое главное даже не сказать, что Гаррисон – провокатор, а сказать, что они все знают. И что хорошо бы вообще сделать то же самое, что сделала Гаррисон. То есть стать двойным агентом. Сама сцена ареста Гардинг была поставлена очень хорошим режиссером. В этой драматургии важная роль отводилась Гаррисон, с которой только что прибывшая Гардинг будто бы ненароком столкнулась в гостинице на Харитоневском. Это действительно была драматургия. Он сначала привел ее на Харитоневский 10. Это была как очная ставка. Он посмотрел, как будут вести себя друг с другом Гаррисон и Гардинг. Как-то ему это все не понравилось, ничего он не узнал из этого. И после этого он тут же сказал, ну, мы вас повезем в другой отель ближе, там, комиссариату иностранных делали куда-то там. И вместо этого отвез ее на Лубянку. Что касается Гаррисона, вы правы, абсолютно, у нее не было идеи выдать Гардинг и посадить ее на Лубянку. Она действительно попыталась предотвратить приезд к Гардинг. Но Гардинг, кстати, в отличие даже от Гаррисона, она была социалисткой. То есть ее интересовала Россия. И никакого задания у нее не было. Она такая была дама, ну, может быть, покемная немножко. Десять лет провела во Флоренции. Потом, когда ее посадят на Лубянку, она будет думать, почему я здесь. Я, которая была во Флоренции. Там она хотела стать художницей. Кстати, и училась, пыталась писать картины. Поэтому она назвала себя, кстати, Стэн вместо Констанц. Она Констанц Гардинг. Но она решила, что так она лучше сделает карьеру, если она будет под мужским именем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У этой пьесы был и второй акт. После ареста Гардинг Могилевский вызвал Гаррисон на Лубянку и устроил так, что Гаррисон вышла из кабинета как раз в тот момент, когда по коридору конвоиры вели Гардинг. Получилось, что Гаррисон сотрудник ЧК, причастный к аресту Гардинг. Я думаю, что Могилевский считал, что это его очередная победа. Вот у него была победа, он завербовал Гаррисон. Вот она вторая победа. Он сейчас завербует теперь агента британской разведки. У него будет два агента, две прекрасные женщины, которые работают на две крупнейшие разведки. Я думаю, что он искренне считал, что это его победа. Но совершенно неожиданно для себя получил отказ от Гардинг. Роль не для нее была. Несмотря на то, что ей угрожали, несмотря на то, что ее держали в заключении, которое было для нее очень тяжелым испытанием, она не пошла на вербовку. Гаррисон оставалась несколько месяцев на свободе после ареста Гардинг. А потом Могилевский сказал ей, что она недостаточно хорошо выполняет задание, предоставляет ему мало информации, а та информация, которую она предоставляет, часто ложная. И она была арестована. И прошла, в общем, через те же круги ада, что и Гардинг, во всяком случае, судя по ее воспоминаниям о тюрьме. Ее следователем оставался Могилевский, который, опять-таки, вел с ней такую игру. То есть он, например, приглашая ее на допросы, мог угостить ее папиросами, чаем с сахаром и положить на стол красиво переплетенный томик Рабле. И они говорили о Рабле, они говорили о старой французской литературе. И она пишет, что оба они разделяли любовь и восхищение Рабле и Вольтером. Мы уважали внутренний мир друг друга, будет она писать. После этого он ее мог перевести в одиночную камеру. То есть вот шла эта игра постоянно. Судьба Стэн Гардинг стала причиной дипломатических осложнений для Москвы. А в это время шли переговоры между Британией и Советской Россией, торговые переговоры. И одним из условий подписания этих переговоров Британия поставила освобождение всех британских заключенных. Она была одна из. И не очень важная, тем более, что у нее был немецкий паспорт. Она была в свое время замужем за немцем. И поэтому была, кстати, очень полезна Гаррисон в Берлине. Она не была главной. Она была очень мелкой сошкой. Тогда она была очень мелкой сошкой. Потом она вырастет до очень важной персоны. И попадет в знаменитый ультиматум Керзена. Это уже следующая история. Она, естественно, не могла простить Гаррисон своего ареста и своих всех этих испытаний, которые она прошла на Лубянке, Бутырке. Это понятно. Гаррисон в своих воспоминаниях пишет о своем заключении, как о тяжелом испытании, которое она вынесла с честью. И, кроме того, это было неким приключением для нее. А для Гардинг, совершенно невинной, не имеющей никаких интересов в разведке, оказаться в тюрьме на Лубянке, да выдала ее еще ее подруга. Для Гардинга это была смертельная обида. И она не простила никогда. Обратный адрес. Русофилка в сетях ГПУ. Продолжим через полминуты. Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов. Сведения об аресте Маргарит Гаррисон достигли ее родного Балтимура. Там у нее были влиятельные друзья. Сенатор от штата Мэриленд Джозеф Франс, он был сторонником нормализации отношений с большевистским режимом, как раз собирался в Россию и взял на себя труд похлопотать за Гаррисон. Это был первый американский сенатор, посетивший Россию после революции. Его принимали на высшем уровне. С ним встретился Ленин. После этого разговора сенатору дали свидание с заключенной Гаррисон. Но освобождена она была не благодаря хлопотам Франца, а благодаря Герберту Гуверу, который возглавлял тогда американскую администрацию помощи. В ответ на призыв Максима Горького помочь голодающим в России, Гувер заявил, что помощь будет предоставлена после того, как Москва освободит из своих тюрем всех граждан США. Советское правительство согласилось с этим и другими требованиями. Гаррисон была освобождена из-под стражи и вместе с сенатором Францем отправилась в Европу. Вернувшись на родину, она читала лекции. Читала лекции о России, о любимой России. Причем ее бывшие коллеги из военной разведки ходили на эти лекции и слушали их на всякий случай, потому что она действительно уж очень расхваливала Россию. А от нее ждали рассказов об ужасах лубянских застенков. Она просидела на Лубянке два месяца, ей грозили расстрелом, ей грозили Сибирью, а она начала хвалить Россию, отстаивать интересы России, вызывать ее любимой Россией. Удивительно все-таки. Она ведь в заключении встречалась с разными совершенно людьми, которые явно ни в чем не были виноваты. Ей не пришло в голову, что такому режиму нельзя помогать. Да, но как это ни странно, это действительно странно и неприятно, но мы же знаем и другие массы других примеров того, как просоветски настроенная интеллигенция на Западе продолжала и будет продолжать поддерживать советскую власть долгие годы, в том числе и в 30-е годы. По крайней мере, Гаррисон забудет о России, скоро будет заниматься другими делами. Но она в этом смысле не исключение. Есть подозрение, что Эль Стилла, что она была двойным агентом. Во всяком случае, то, что она делала после возвращения в Америку, она вела себя как двойной агент. Она вела себя как агент ЧК, агент КПУ уже к тому времени. Вот эта любовь к России заставила ее снова вернуться. Что ее заставило вернуться, мы точно не знаем, но она захотела вернуться в Россию. Ей было запрещено возвращаться в Россию, ведь были условия, поставленные ЧК. Она решила приехать туда через Дальний Восток, объяснив свою идею тем, что она хочет собрать материал для своих лекций. Путь ее, а продолжался он 5 месяцев, на самом деле подтверждает то, о чем мы с вами говорили, что она действительно была отчаянная женщина, которая любила путешествовать. Я перечислю даже. Токио, Киото, Хоккайдо, Александровск-Наамури, Николайск-Хабаровск, Владивосток, Сеул, Мукден-Харбин, Пекин-Урга, Верхний Удинск-Чита. Пересекла пустыню Гоби с каким-то случайным попутчиком на автомобиле. Она оказалась на территории СССР совершенно неожиданно для себя. Просто Дальневосточная республика самоупразднилась и как раз тогда вошла в состав Союза. Чита накануне, она стала территорией СССР. В Чите ее тут же встретили чекисты и арестовали. Привезли к тому же Могилевскому. Почему она это сделала, абсолютно непонятно. Присытилась ли она комфортом, отправилась ли она по заданию военной разведки, это маловероятно, потому что ее арест был неминуем. Агентом военной разведки, опять-таки, судя по документам, она в это время не была. Но она продолжала вести себя так, будто она приехала по заданию разведки. В архиве военной разведки есть донесения, которые она туда присылала. Хотя шеф военной разведки направил в Японию и какие-то другие места, которые она могла посетить, где могут быть военные атташе или дипломаты американские. Он сказал, что женщина приятная во всех отношениях, замечательная, эрудированная, блестящая, собеседник и так далее. Но не показывайте ей, принимайте ее, как положено, так сказать, но ни в коем случае не показывайте ей документы. То есть она явно не была агентом военной разведки, но вот она все еще хотела, ей этого очень хотелось. Другой вопрос, не вернулась ли она в Россию, потому что она была все-таки агентом ГПУ уже тогда, да? Или она поехала, чтобы повидаться с Могилевским? На эти все вопросы мы не найдем ответа. Подсела на шпионскую иглу. Но Могилевский ее встретил на этот раз совершенно иначе. Могилевский уже в это время не был начальником иностранного отдела. Кстати, он очень недолго там проработал. Это значит, начальником иностранного отдела он вообще был год, а заместителем начальника, то есть с 20 по 22 год он был в ГПУ. А с мая 22 года он занимал пост председателя Закавказского ГПУ. То есть он уже в Москве не был. Она, наверное, тогда этого не знала. Значит, она попала опять-таки на Лубянку. Ей предъявляли самые разные обвинения. Грозили ей расстрелом. Грозили ей десятилетним заключением. Наконец, уже в конце ее пребывания туда приехал Могилевский. Приехал из Закавказья. Об этой встрече мы знаем только по ее воспоминаниям. И в архиве ФСБ, который изучала американская исследовательность, нет никаких указаний на ее встречу с Могилевским. Придумала ли она эту встречу? Или это не вошло ни в какие протоколы? Во всяком случае, как пишет эта исследовательница, некоторые страницы протоколов ее допросов ей не показали. Но для нее это было очень важно, потому что это последнее свидание, которое она описывает, рассказывает, что Могилевский встретился с ней для того, чтобы все-таки предложить ей стать агентом, остаться в Москве и работать уже с русскими. Она прекрасно знает русский язык. Ей будут доверять, поскольку доверяют иностранцам лучше, чем соотечественникам. Ей будет предоставлена хорошая квартира. Сын ее сможет учиться в лучших учебных заведениях Советского Союза. Так что у него будут безграничные возможности. Но Гаррисон, как она пишет, отказался от этого предложения, на что Могилевский сказал, «Оревуар, мадам, вас ждут 10 лет в Сибири». При этом очень хорошо о нем отзывается и пишет, что да, они были врагами, но они тягались силами в словесных дуэлях, что они сохраняли чувство товарищества, что она невольно восхищалась Могилевским, и что он привлекал ее странным образом. И добавляет она, она чувствует, что она тоже ему нравилась. Что это было на самом деле, еще раз повторяю, я не знаю. И мы, наверное, никто не знает, никогда не узнаем. В Вашингтоне узнали об аресте Гаррисон и Американской организации помощи, единственная правительственная организация, поддерживавшая официальные отношения с советским правительством, запросила информацию о ее судьбе. Но и Народный комиссариат иностранных дел, и ГПУ ответили, что им ничего не известно. Так что на этот раз дело обстояло крайне серьезно. Она могла просто бесследно пропасть в лагерях. Маргарет спас случай. Сотрудник организации помощи пришел по каким-то делам в ГПУ и увидел ее в Лубянском коридоре. Глава организации в России полковник Уильям Хаскел потребовал ее освобождения. И 28 февраля 23 года Гаррисон вышла на свободу. Ей даже позволили провести в Москве неделю. Но встреча с Могилевским на сей раз оказалась действительно последней. Он действительно погибнет довольно скоро, в 25-м году, в авиакатастрофе вместе с двумя руководителями Закавказской республики. Тем временем Стэн Гардинг развернула кампанию против Гаррисон. Лондон потребовала от Москвы компенсации за ее неправосудное заключение. Это и было одно из условий ультиматума Керзена. Реакция на ультиматум была нервной. 12 мая в Москве прошла многотысячная демонстрация. Известия напечатали стихотворение Маяковского о том, как у Керзона с обедом разрасталась аппетитов зона. Поэт, правда, перепутал Гардинг с Гаррисон и наверняка забыл, что сам встречался с Гаррисон. Вот что он писал в своих виршах. «Мисс Гаррисон до того преследованиями вызлена, до того скомпрометирована в глазах высших сфер, что требует предоставить ей пожизненно всю секретную переписку СССР». Но это публицистика, а не ответ на ультиматум. Вопрос стоял настолько серьезно, что Москва пошла на уступки и согласилась выплатить компенсацию. Галина Васильевна, вот эта теперь уже посмертная тяжба между Гаррисон и Гардинг, она ведь до сих пор не дает покоя американским исследователям. «С одной стороны, она призывала признать Советскую Россию. Кроме того, и это очень важно, она опубликовала статью в журнале «Evident Publisher», которая представляла собой ни много ни мало, как донос на Гардинг. Потому что она сообщила там, что Гардинг работала в Берлине на британскую разведку, что она предоставляла ей, Гаррисон, информацию. Да, действительно, признается она, она стала двойным агентом. Она стала агентом ЧК. Но все, что она испытала потом, она заслужила. Она считает заслуженным свой арест. Более того, она считает, что и Гардинг должна была признаться во всем. Статья эта была действительно доносом. Она не только похожа на донос, она действительно была доносом. И таким образом была использована советской пропагандой, потому что лорд Керзон включил требования Гардинг денежной компенсации за пять месяцев, проведенных в тюрьме, в свою ноту, в которой, значит, Британия обвиняла Россию в нарушении торгового договора, угрожала разрывом отношений, если не будут выполнены эти условия. Для Советской России донос Гаррисон был очень удобен и выгоден. Тут же была напечатана статья, статьи в газете «Правда и известие», где говорилось, что американская шпионка созналась во всем. Более того, она изобличила свою коллегу, английскую шпионку. Таким образом, английская шпионка Гардинг, она не невинная жертва, а, ну вот, виновата шпионка. Раз вина Гардинг доказана, значит, требование компенсации, предъявленное Кирзоном, безосновательно. То есть, скорее всего, Гаррисон выполняла задание ГПУ. Вот это, может быть, последнее ее задание. Это предположение, но предположение, которое, ну, по-моему, вполне обоснованное. Практического результата ее донос не имел, потому что все равно Гардинг была выплачена довольно большая компенсация. Три тысячи, насколько я помню. Да, три тысячи фунтов стерлингов. Гардинг нуждалась в этих деньгах. Она очень бедствовала в это время. Но это ее все равно не успокоило, потому что она будет продолжать свою кампанию против Гаррисон. До сих пор выходят книги. Тема продолжает тревожить историков. Странная роль, странная судьба. Может быть, скорее даже для романа, а не для научных исследований. По стечению обстоятельств, Бертран Рассел, авторитетнейший британский философ, публицист, общественный деятель, знал обеих женщин. Он знал Гаррисон, которая принимала его по заданию Могилевского в Москве, когда Рассел, как член британской делегации, путешествовал по Волге. К нему была приставлена Гаррисон, и он об этом потом напишет. И он видел Гардинг по дороге из Советской России в Ревеле. Он встретил Гардинг и даже попытался ее отговорить от поездки в Советскую Россию. А потом уже в Англии Гардинг обратился к нему с просьбой написать предисловие к книге. Книга Стэн Гардинг «Преступный мир государства», где она описала свои мучения на Лубянке. И Рассел согласился, его предисловие очень интересно, потому что он пишет о шпионаже вообще. Он пишет, что шпионаж, который в мирное время ведут секретные службы, аморален и опасен. Шпионаж угрожает мирным отношениям между странами, личной свободе каждого, прогрессу искусства и науки. Он обвиняет секретную службу, и секретную службу не только России, но и Америке, и даже Великобритании. И говорит, что мы не хотим, чтобы государство платило деньги людям, которые поднаторели на секретности и интригах. В истолковании Рассела Гаррисон и ее поступок аморальны сами по себе. И является в то же время примером, который демонстрирует аморальность методов тайных служб вообще всех государств и политиков, которые стоят за спиной агентов. Маргарет Гаррисон и ее роман с Лубянкой. С нами была литературовед, профессор университета штата Висконсин Галина Лапина. Обратный адрес. Это был последний, 12-й эпизод четвертого сезона моего подкаста. Продолжим в новом году. А пока можно слушать повторы в эфире «Свободы» или найти на сайте русской службы все четыре сезона в звуке и тексте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok